Всем привет! С вами ВКИНО! Сегодня мы разберём сюжет фантастического триллера 2020 года «Полночное небо». Февраль 2049 года. Пожилой мужчина Августин страдает от неизлечимой болезни. Он один остаётся в обсерватории в Арктике и наблюдает за попытками космических экипажей найти новую, подходящую для жизни планету. Весь остальной персонал обсерватории был эвакуирован. Мужчина теперь ест, пьёт и спит в одиночестве. Каждый день он принимает лекарства и делает переливание крови. Несколько десятилетий назад Августин читал людям лекции о пригодных для жизни планетах. Одна из них – Ка-23, спутник Юпитера. После выступления к учёному подходит девушка по имени Джин и начинает с ним флиртовать. Пара выпивает, и спутница спрашивает, насколько реально отыскать пригодную для жизни планету. В настоящем Августин просматривает список космических миссий. Большинство неактивно, кроме одной – Эфир. Похоже, это последняя активная миссия. Учёный смотрит фото экипажа. Он узнаёт женщину на борту и решает выйти с ними на связь. Салли, одна из пяти членов экипажа Эфира, отвечает за связь на корабле. Девушке снится кошмар, будто её бросили на Ка-23. Салли беременна. Отец ребёнка – капитан Аде. Она сообщает экипажу о том, что по какой-то причине уже три недели нет связи с Землёй. В обсерватории срабатывает пожарная сигнализация. Августин гасит огонь, опускается на пол без сил и замечает девочку, сидящую под столом. Похоже, её забыли во время эвакуации. Учёный пытается связаться хоть с кем-нибудь, чтобы сообщить о девочке, но в эфире лишь тишина. Августин обнаруживает, что девочка спала в кладовой и пытается объяснить, что он не сможет о ней позаботиться. Но малышка не может или не хочет ничего говорить. Учёный кормит её. Девочка рисует цветок ирис, и он понимает, что малышку зовут Айрис. Августин никак не может установить связь с эфиром. Вечером учёный отправляет девочку спать в соседнюю комнату, однако ночью она потихоньку возвращается и ложится на полу в уголке. Эфир безуспешно пытается связаться хоть с кем-нибудь на Земле. Экипаж возвращается домой с хорошими новостями. К-23 пригодна для жизни. Когда Августин делает переливание крови, Айрис ложится на соседнюю кушетку, и они вместе смотрят на звёздное небо. Учёный вспоминает, как он работал в кабинете, когда вошла Джин и начала жаловаться, что мужчина не отвечает на её звонки. Она страдает без внимания учёного и лжёт, что на самом деле она не беременна. Девушка со слезами на глазах говорит, что Августин занят только работой. Его не волнует судьба близких людей. Учёный выходит на улицу и видит десятки погибших птиц. Это значит, что загрязнённый воздух попал сюда гораздо быстрее, чем ожидалось. Августин объясняет девочке, что их антенна слишком слаба для связи с эфиром. Им нужно идти на север к метеостанции Лейк Хейзен, где есть более мощная антенна. Кроме того, она окружена холмами. Возможно, воздух там всё ещё чистый. Пара надевает несколько слоёв одежды, а также защитные очки и дыхательные аппараты. Ребята берут необходимое в пути снаряжение и начинают долгий путь на снегоходе через ледяную пустыню. Радуясь скорому возвращению на Землю, экипаж эфира отдыхает, смотрит голографические записи своих близких и любимые фильмы, а также играет в карты. Неожиданно срабатывает сигнал, указывающий, что корабль сбился со своей траектории. Экипаж прокладывает новый курс с помощью маячка на К-23. Однако он пройдёт через неизведанные территории космоса. Августин и Айрис спят в палатке на снегу. Воздух здесь пока ещё чистый. На следующий день они находят потерпевший крушение самолёт. Учёные видят погибшего пилота и велят девочке не подходить ближе. Внутри тяжело раненый мужчина хватает Августина за ногу и умоляет избавить его от страданий. Учёные стреляют в бедолагу и выходят наружу. Он вспоминает, как через несколько лет снова встретил Джин вместе с их дочерью. Девочка выросла без родного отца, так и не узнав о его существовании. На эфире Майя делает УЗИ Сали и сообщает девушке, что у неё родится девочка. Счастливая Сали рассказывает об этом Ада, и пара выбирает имя для малышки. Августин обнаруживает небольшую базу, и пара решает остаться здесь на ночь. Айрис рисует женщину. Учёный понимает, что это её мама. Мужчина рассказывает о единственной женщине, с которой ему было хорошо. И девочка наконец произносит первые слова. Ночью лёд неожиданно трескается, и станция начинает тонуть. Августин вытаскивает Айрис через окно и велит ей бежать, а он остаётся, чтобы забрать самое важное снаряжение. Учёный выскакивает с рюкзаком из окна и бросается к тонущему вездеходу. Он пытается выскочить со льдины, но всё-таки падает вместе с аппаратом под воду. Снегоход с рюкзаком быстро тонут, мужчине приходится подняться на поверхность. Учёный дрожит от холода, тогда девочка помогает ему одеться. Остаток пути им придётся пройти пешком практически без провизии. Августин отдаёт Айрис последний кусок пищи, а сам выпивает оставшиеся таблетки. Паре приходится рыть в снегу яму, чтобы переждать в ней снежную бурю и передохнуть. Буран и не думает стихать. Ребята окружают волки, но учёный отпугивает их выстрелами из ружья. Однако в панике он теряет Айрис. Совсем обессилев, мужчина падает на снег. Он открывает глаза и видит Джин, но когда девушка подходит ближе, Августин понимает, что это Айрис. На следующий день они наконец добираются до Лейкхейзен и сразу же пытаются связаться с Эфиром. Салли наконец слышит их. Девушка спрашивает, почему больше никто на Земле ей не отвечает. Августин пытается рассказать то, что он знает, но связь прерывается. Неожиданно на корабле включается сигнал тревоги. Эфир на неисследованном участке пути попадает под град астероидов. Корабль получает серьёзный ущерб, а система коммуникаций полностью выходит из строя. Команда оценивает повреждения и видит, что для восстановления передатчика ребятам придётся выйти в космос. Работу предстоит выполнить Аде, Майя и Салли. Майя нервничает, она ещё никогда не была в открытом космосе. Трое выбираются из корабля и успешно ремонтируют передатчик. Но до того, как ребята успевают вернуться внутрь, Эфир снова бомбят астероиды. Майю отбрасывает, но девушка успевает вместе с остальными зацепиться за обшивку корабля. Когда всё утихает, Майя замечает капли крови в своём шлеме. Остальные затаскивают девушку внутрь, а Санчес спешит к ним с аптечкой. Когда ребята снимают шлем Майи, из-под него выплывает много крови. Пока Салли успокаивает подругу, парни пытаются остановить кровотечение. К сожалению, рана слишком серьёзная, и девушку спасти не удаётся. Ребята скорбят по погибшей коллеге. Через несколько дней команда получает первое изображение Земли. Они в ужасе видят безжизненную планету, покрытую плотным слоем радиационного тумана. Экипажу удаётся установить связь с Августином. Учёный объясняет, что приземлиться на Землю невозможно. На планете остались выжившие только под землёй, но и до них вскоре доберётся радиация. Все остальные миссии также неактивны. Августин уверен, что единственный выход – вернуться на К-23. Однако Митчелл хочет попасть на Землю, чтобы узнать судьбу своей семьи. Чуть позже он получает прощальное сообщение от супруги и понимает, что все его близкие погибли. Мужчина всё равно хочет вернуться к ним. Капитан разрешает Митчеллу взять одну из спасательных капсул. Родные Санчеса давно умерли. Он также хочет попасть на Землю и вернуть домой тело Майи. Ребята прощаются с Адой и Салли и садятся в капсулу. Салли связывается с Августином, рассказывает о судьбе экипажа и говорит, что они вдвоём с Адой полетят к К-23. Девушка восхищается исследованиями учёного, в том числе предсказанием возможности жить на К-23. И сожалеет, что они никогда не встретятся. Вы как-то работали с моей матерью, Джин Салливан. Девушка также говорит, что её настоящее имя Айрис, но все зовут её по фамилии Салли. Я рад, что мы наконец-то познакомились. Учёный просит рассказать девушку про К-23. Он слушает и плачет. Августин решает не признаваться собеседнице в том, что он её отец, которого девушка никогда не видела. А маленькая девочка, которая сопровождала учёного в пути, это лишь его видение. На середине рассказа девушки связь прерывается. Айрис и Ады летят к К-23, чтобы возродить человеческую цивилизацию. Как вам фильм «Полночное небо»? Поделитесь в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова